И сейчас вообще нет. Вы не можете оглянуться и сказать, это настоящее. Делес такой был, философ, который говорил, что у нас постоянно начинаются развлечения, и все становится разным, резомо, и все вот просто много-много копий. И нет ничего настоящего. Ради чего жить? Один говорит ради этого, другой говорит ради этого. В чем правда? И никто не говорит, что это фундаментальный сейчас вызов. Что это фундаментальная катастрофа человека. Все думают, ну пересидим, но было же. Но вот такого не было. Потому что человек это существо, которое живет не в физическом мире. Оно живет в мире представлений. То, что он думает, то, что он чувствует, то, что переживает. И мы никогда не жили в такой среде информационной, которая создает наше представление, в которой мы живем сейчас. И это совершенно фундаментальный вызов. Маск, когда его последний раз просили, что он думает, все происходящее. Он сказал, ну как, понимаете, цивилизации обычно гибнут. Но мы находимся именно в фазе в этой. И это вопрос сейчас личного пути, личного выбора. Это потому, что у нас другой жизни не будет. Ни умения, ни у вас другой жизни не будет. Нам дано это. И снаружи нам никто не поможет. В красной таблетке там было написано, спаситель не придет. Тогда это звучало, мне кажется, как будто бы я про религиозного спасителя говорю. А я говорил в значительно более фундаментальном режиме. Сейчас это только вопрос нашего личного выбора. Найдем ли мы в себе внутренние силы, точку опоры для того, чтобы ощущать осмысленность собственной жизни, хотеть жить, хотеть любить, помогать, заботиться, создавать что-то. Это реально фундаментальный вызов. Субтитры создавал DimaTorzok